Я имел доступ к трамвайным депо в Барнауле, ну а там хулиганы-то резают сиденья-то, но они их меняют. И вот это, которые порезаны, они бывают там такие. Я близко познакомился, им кое-что привозил, так они расположились. И я у них брал. Много-много. А потом дома на машинке стращили и такие огромные полотнища еще сохранились. И когда была не погода, ветер, то вот так вокруг мы обматывали. А костер-то там, здесь можно было сверху натянуть. Видишь, сколько сделано-то. Тут даже можно было посчитать, сколько. Начнем вот с этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 20, 21, 22 столба. 22 столба. И тут начнем с этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 22. Это что, 40? Вот 40 только ямок, не считая этих ступеней. Видите, какие круги. Вон внизу сидели эти, такие кривые, большие. Там уже вообще исчезло. Ну, 20 лет назад было. А горху проволока. Думали пруды сделать. Большая рыба будет, вместе с картошкой рыба будет у нас тут. Вот сейчас, чтобы все повалилось, его видно, что вон она какая. Думали, думали, что делать. Придется это все убрать теперь. Замысел не удался. 20 лет мы взяли. На повалилось-то оно как сильно. Посмотри, вот с этой стороны. Это все тут на костер, боже. Ну, видно, вот оно такое. Думали, как, захватить как-то трактором, выровнять ее, а потом другие столбы вот так вот закопать, чтобы за них притянуться. А сейчас, вижу, ничего это не сделать. Во-первых, разорвет сразу. Ну и потом еще тут одно глядем. Убрать абсолютно все, разобрать его, размонтировать. Это работа. И обыкновенная оградка вот такой высоты сделать от скотины, чтобы не заходило. Этого больше не будет. А то это дряхло, и дети все время цепляются, они будут ломать и падать. Я думаю, такое решение. Как вы смотрите? Согласен? Да, да. Ну, начнем мы сегодня. Сегодня у нас, наверное, уже третий. Двадцать второе. Двадцать второе июля 2015 года. Сейчас мы подготовим столбы. Пойдем выбросим. Ну, посчитали, сколько здесь? Двадцать два. Это, конечно, много. Кое-какие старые будут. Отработкой промазать. Но если еще будет где-то что-то, там вот это вот где-то сидит. А это ни на что не влияет. На это никак не отразится. Ну, хороший столб, чтобы крест был. Ну, на этом все. Вектора, что спрашивается он. В этой неделе готовится расстаться со своей свободой. Движон такой радостный идет на этот араб. Он еще не знает, чего его впереди ждет. Впереди тебя ждут большой брат перемена Капушариков. Главный перемен впереди. О, пророчество. Да. Он спрашивал, что меня ждет там? Какие события-то? Она ему ответила. Что тебе нужно? Вот я когда был в Латвии, и там преситер, ну, он баптистский-то, и у него сын женился. Он говорит, сын мой, не забывай, когда Еву давал, Бог навел на него сон, как называют, паморок. Разума-то не было. И поэтому у тебя такой момент настал, когда... Ну, все спрашивает его, когда сон навел на него Господь. А как во сне. А проснулся, она уже рядом. Рядом. Два шага до грехопадения. А дальше вылетел из рая. Ну, и немножко умерло. Сто миллиардов человек. Всего-то на земле было, говорит. Так что здесь надо готовиться к большему. Если ты на этом зацепишься, как мне говорили старцы, то это и благо будет. А вообще-то все к низу пойдет. Но на христианине иногда это не срабатывает. Наоборот, это может быть помощница и то другое. Признаки на это есть. Какие это признаки. Но если только ты будешь надеяться на эти признаки, а сам ничего не будешь делать, значит, пирамиды будут перевернуты. Ты должен четко и ясно знать свою программу. Может придется скотину заводить какую-то. А дальше еще говорить. Какой-то работник для лагеря. Так только. По старой памяти тебе где-нибудь что-нибудь откидывать будут. Как Надежде Васильевне. Какую-нибудь кружку сахара там. Надо задуматься о ее работе. Тебе сейчас эта забота не маленькая. С жильем тут попроще. Тут у тебя жить есть где. И зимой, и летом. А вот остальное... Жильем в этом домике. Собираемся и жить. Где? Ремонтируйте? Ну, Никитина. Все. Вопросов никаких нет. Лагеря тут нельзя разрывать это единство, как у нас было. Ты был здесь, у тебя был другой статус. Ты переменил статус. Вот заметь, у меня там Наталья была вписана в наследие. Ну, как сказать, когда человек умирает. Вот. Но она уехала. Статус изменился. Пришлось менять многое. Уже здесь другие подходят. Но бросать не надо. Конечно, надо надеяться на помощь и тому побуждать и другую половинку. Как уж это будет. А это уже в течение одного года, к этому времени уже проявится. К чему ты склонен. Самое отрицательное у тебя, лично, это неумение дать задний ход. Оно отразилось на машине, отразилось в жизни. Вовремя уметь прислушаться и нигде, никогда не обратиться на путь бегства. Никак. Это навсегда. И дальше. Даже должен вариант прорабатывать такой. Ты умрешь. Что будет делать? У нас тут один есть, говорит, я умру. Виктор запомнил жену свою, говорит. Она хорошая, так что бери ее. Даже такие у нас братья есть. Вот. Ну, кто его знает, как будет. Я сейчас сказал, а как ты думаешь? Ну, ее я не знаю вообще. Но по тому, как есть, положительные признаки есть. Уже ей задание дано не менять одежду. У нее, как говорит, другой менталитет. Она многое видела там. И как это быстро разлагается. Христианство. И как держатся мусульмане. Нам кое-что нужно просто для себя взять. Это все наше. Не мусульманская одежда. И строго посты держать. Вот. Костер этот много дает. Приходят. Тут начинается работа. Вот сколько нынче были. Те, которые даже отошли, они на костер приходят. А здесь, ну, здесь наше правило. Они пытаются тут свой поросящий виск устраивать. Но мы их приструниваем. Как есть. Вот. Ты только не заносись. Тебе помогают. Со всех сторон тут. Братья тут. Проще. То бывает так. У меня дом. Все. И я никого не знаю. Как вот. Где сейчас я ночую. Андрей. Нормальный мужик был. Как только дом построили. Выприкса сразу. Совершенно. Как будто никогда не знал. Ничего нету. Он. Он понимал. Что я его могу в любой день потеснить. А уже человек с собой не руководит. Да хотя бы. Страна была у тебя в руках. Вот в житиях святых мы считаем про одного. Он все время. Да это. В отверженных есть. Еще он закрывался все время. А он оказывается каждый вечер поставил правило себе. Напоминать. Кто ты был. Пришел. У него был только один тулуп. И он сохранил это все. Старые башмаки. И открывал. И смотрел. Кем я был. И кем я стал. Его никогда не заносило. Он был уже император. А вел самый простой образ жизни. И вошел в историю эту. И всегда понимаю. Кто ты пришел. Ты помнишь как Барманталь говорит. Филиппу Филипповичу так. Кто я был пришел. Кто такой. Ты меня принял там. Ассистировал тебе. И далее. Ты меня в люди вывел. Он говорит. Благодарю. Вот это чувство благодарности. Ничего этого вы не знали. И так бы эти годы прошли. Но твои товарищи которые где они отметились. Да нигде нету. А ты в детях. Везде занимался. Поднимал. Они растут. Вот. Видите. Какое удачное место. Вот это место где. Быть костру. Мы долго искали. Где. Мы боялись пожара. Вот мы нашли. Оттуда трудно пожару выйти. Как его. Такая яма. А вокруг то еще и трава. У нас везде эти лага вот эти. Это препятствие для пожара. Когда пожар идет. Он на лага натолкнется. Только уж. Ураган какой-то перебросит через это. Там он горело сколько раз. Но через это не прошло. Там лага. Тут. Приедете. Я говорю. Суда ребятишек. Вчера уже поздно. Уже я ложиться спать. И вдруг. На молитве гляжу. Загорелся телефон. Вот. Вот. Помолился гляжу. Этот. Борис. Который. Физулов. Принимал крещение с Барнаула. Это. Помолитесь. Жену мою Анну. Пришло время рожать вести. Ну я. Обычно не только. А тут. Взял и дал. Сигнал. Хорошо. Чтобы он знал что получено. Он сразу же. Спаси Христос. Прям мгновенно ответил. Я лишний раз не лезу. И не отвечаю. Но тут никак нельзя. Новый человек. И еще нас не знает. И может счесть по другому. Вот уходим. Видите какое место. А там. Рядом вторая ямка. Куда золу выносят. Ну угли. Которые остаются. Все у нас здесь свое. Вон куда у нас распространилось. Это надо будет потом выгрести. Граблями. С травой. Расчистить. Место что было чистое. Костер. Мы больше делать не будем. Потому что. Меньше двенадцати. Детишек. Если у нас. То костра мы не делаем. Такой порядок. А на лодке то у нас ограничения нет. Ну лодки что то деревенские ходят. Можно уже и убирать. Лодки то наверное. Пока. Не дала. После как лагерь закрыт был. Лодки сразу. Размонтировать. Сохранить их. Ну что. Пошли. Мы с Михаилом сразу. Это за отработкой. А мы с ним пойдем сейчас выбирать. Перекидывать. На улицу. А ты трактор приготовишь. Потом мы тебе скажем. Все. Пошли. Я плашу. Сегодня у нас 23 июля 2015 года. Мы продолжаем. На Бегваме у нас. Костер у нас с картошкой печется. Проходит. Сейчас наводим порядок. Игнать Ильича распределил по работам. Вот наш лагерь Стан там вдали, вот, ребятишки наводят поедали. Роси, Аня, Никита там березки очищает с Михаилом. Территория наша должна быть чистая, абсолютно. Туда не сидите, много не накладывайте. Рядом, вот, вываливайте. Можете поближе наверх, не надо нас защищать, сбоку. Эти очищают только основные стучков с ножами. Вот у меня пять ножей, сейчас ребята станут на эту работу. Дальше, что мы делаем? Смотрите. Смотрите. Вот на десять раз, теперь она начинается скребать. Она неправильно поставила грабли. Поставила вот так вот. Поговорка идет какая, наступать на грабли. Видишь, как нагнуто. Наступил они по лбу. Я ей сказал десять раз, поднять, опустить, поднять, опустить. На. Смотри, тебе зачем грабли-то убирать, когда лбу надо убирать. Видите. Вот это все с грабли-то. Еще. Она уже положила их, заскучала. Вот она. Это все сейчас. Лагерь должен быть чистый. А где у нас сейчас псы мои красные? Вот. Вот. Это уже под землей оказалось. Я ему крапиву вырвал, положил. Или сюда. Я ему показал, как крапиву. Он рвет крапиву и разбрасывается. Теперь все собрал. Вот. Теперь маленечко задвину крапиву. Это крапива. Смотри, какая она огромная. Вот. Вот. Теперь вот эту щищу. Вот. Вот. Ну, ты еще делаешь? Ну. Не знаешь, что дальше делать? Не знаешь, да? Давай. Смотри, вот так надо брать. Вот так вот брать. Теперь вот эту брать. Ловненько складывать. А тут можно даже переломить. Вот так вот. Вот. Бери, бери, бери. Я вот это действую. Вот. Ты как зарыши. Бедный. Вот уже одна к одному шагу. Учитесь по-иконски работаю. Вытаскиваю. Габри тебе тут не нужи еще пока. Руками работай. Я вот, что не нужи в ребёшке. Вот до самого лагеря. Лагеря. Я положил ровно, что было. И оттуда надо сюда забрать. Мальтер забуждают отреять гвозди. Сейчас маленько погодя. Я их поставлю в шпыричер. У меня 5 машин больше. Наши машины уже ставили ступеньки. У меня скамейки еще установили. Я выдерну, нес и не дам. Высала что ли? Я не пойму, куда дели щипсы? Щипсы с красной ручкой. Не с ручкой, а с тряпочкой. Где эти? Михаил! Щипсы еще раз. Щипсы. Мы их в лагерь же вытаскивали. В лагерь мы уносили? Да, куда в лагерь? Там, там, на кухне. Как обычно. Так, еще зачем забрали? Топоры, ножовки и щипцы мы забирали. Их нету. Ребята вытаскивали бы гвозди, они не могут. Так. Ваня! Ваня! Топ, хорош! Кто из вас быстрее бегает? Ты или Паша? Паша! Паша! Ко мне! Бегом давай! На кухне щипсы лежат, щипсы, знаешь? Заходишь слева. По прямой дороге. Нигде не останавливайся. Так, работайте. Это новое поколение растет. Его надо учить. Субтитрыщие, гранди, гранди. Так. Субтитрыщие, гранди. Рыжи, гранди, гранди. Субтитрыщие, гранди. Вот нужны столбы, в прошлом году мы тут много клёна спилили Видите, какие тут в рост человека и выше сучки Пришлось сделать пролом, между ними пропилить Вот там провод мешает ещё, вот Володя тут кидает Стоит вытащить на дорогу и теперь вести на костёр Там столбы будут Вот так Володя, подожди-ка, вон ножовка у тебя сзади, на Отпили этот сучок, он вам сильно мешает Вон тот вверху, держи-ка Вон тот сучок, оба два сучка, отпилите Вот это, и всё это за кадром Дети были на костре А что подготовить, нужно полностью размонтировать старый Это 40 столбов убрать Но это тоже убрать Вот В прошлом году мы тут поработали Вот сейчас разобрали А вокруг растительность, вот показать это Ну, в два раза выше роста человеческого крапива Клён В два раза выше, даже это невероятно Что-то за одно лето Вот с весны было, как бамбук растёт Вот оно показано Володя, или ты, Михаил, подойдём к тем растениям, чтобы было видно Какой оно высоты Ну, правее маленько возьми, правее он туда, вот там Где клён видно Ну, вот видно, где Михаил стоит Вот, это за год выросло оно В июле месяце сейчас Два роста человеческих, а там ещё даже выше будет Вот Вот, пожалуйста А в прошлом году под корень всё спилили Ну, сейчас надо таскать, выбрасывать Потом трактор нанимать И вывозить на костёр А теперь там копать ямки 40 ям по 70 сантиметров Это всё шкурить надо Надо шкуру снять с него Сколько работы Потом отработка Отработку принёс? Да Ну всё Давайте, берите, выкидывайте Это нигде, никак Люди не из-за пришли, они посидели на костре и ушли Вот, это самое маленькое дело А что говорить, когда они в те провод где-то делают И что-то не так Вот они Ну а там дальше он светится, эта дорога Туда выносить надо ещё Ещё выносить надо Вести надо Шкурить надо Вот так Где-то ещё было две кучи Я их потеряли Ходили, ходили Ничего не видать Как в Амазонке-то там могли найти Этого империя инков Вообще непостижимо Вот Вот сверху отломи сучок Он мешается тебе Вот этот Вот так Ну и всё Сегодня у нас 22 июля 2015 года Мы уже с утра сходили тут Обсудили всё Как и вам будем разбирать Заново Разделывать Более-меньше, конечно, будет размером А сейчас На тракторе Викнутая стальщинка Завозит Колбучки Мы загрузили Клюновые Будем шкурить их И устанавливать Полонок рабочий Пойдём здесь, да? Или дальше проехать? Вот не знаю, брат Надо есть, чтобы шкурить Чтоб место было для шкурения Дальше надо туда проехать Можно дальше Здесь не будем Ну А, брат Виктор Может здесь? Виктор Может здесь шкурить-то будем? Что, сюда надо разгрузить? Я думаю, что Потому что трава тут меньше, чем там А, вон идут Работник, конечно Ну, Игнать, конечно, что-то нет Вон они едят Сейчас 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 мы скажем, куда через А, вон идут Вот наше воинство, христианское идет. Никита Полисников. Надо сказать, куда вываливать, Игорь Михайлович. Где вываливать, пускай, где вываливать. Валивать. Сюда, сюда. Чтобы шкурить наши головы. Надо вот эти ветки-то убрать. Я уберем. Где сваливать? Здесь. Здесь сваливать. Здесь сваливать. Здесь сваливать. Не сваливает он, братец. Ну все, вручную тогда. Вчера мусор не сваливал. Нет, наверное, не работает. Все, давай. Никита. Помогай. Надо было ветки убрать и начинать. Там жерди. Давай сюда. Или потом. Лопаты. Поставьте вот сюда. Все. Идите там жерди. Несите четыре жерди. И ломик. И топор. Попросите там. Ножовка там лежит. Что там можно? Ножовку не надо. Все. Пошел. Мозелку положил в самое уязвимое место. Ну что надо? Давай. Время не тратить. Нам сгодится. Показал лоджера? Лисевая окрестность показать. Куда дорога идет. Покажи. Приблизь он. Этот элеватор. Чтоб видно было. Но его не приблизишь. Она близко слишком. Видео. Далеко. Вот плотина, которую надо поднимать. Тут колодчик наш. Волочек. А дальше? Угу. Надо привезти самые хорошие козлы и эту. Слава Христу. Наши ребятишки везут козлики. Возле к линии лестницу. Чтоб можно было что-то пилить. Чтобы удобно было. Ну вот так доезжайте и здесь останавливайтесь. Все. Развязывайте все. И разгружайте. Что это, Паша? Давай, давай развязывай. Вот. А там уже Игнатьевич стали размонтировать реглам. Вот Михаил работает тоже при Кальмаеве. Приехал. Ну. Стандартала Кемеровской области. Сейчас они козлик выбросят. А я думал куда-нибудь туда нужно пока вот здесь. Пока. Все оставьте пока. Далеко-то не ставьте. Гвозди вон все туда к чурке таскайте. Вон где инструмент весь. А вот откуда? Лестницу? Ну пока здесь положите. Вот на кучу пока здесь. Да. Как только потребуется скажут. Нестор, выгружай банки все. Что там спрятался? Чтобы меня не ударило пока что. Баночки вон те бери с гвоздями и туда все к чурке таскайте. Потому что их надо будет выпрымлять. А вон куда? Вон тоже туда. Все туда. К чурке. Чтобы в одном месте все лежало. Вон туда вон где пилы. Вот. Работа началась. За божью помощью. Работа огромная конечно. Надо потребуется. Все? Все. Того нет никаких дней делать. Так все. Подходите к Инатью Ивановичу и спрашивайте что вам дальше делать. На какие работы он вас поставит. Что делать? Что делать? Что делать? Как-то позже надо идти. Володя будет стоить. А потом янки копать. Янки копать надо вот это разобрать. Хотя бы часть. Хотя бы вот эту вот часть надо сейчас разобрать. Это Михаил. Уже 20 лет стоит все-таки. Срок. Общество. Продолжаем разбирать в иглам. 22 июля 2015 года. Вот ребятишки тут обкапывают траву. Кук-столбушку. Чтобы потом легче было их убирать. Траву, крапиву. Вот. Несторожно не стой, не стой. Ищи работу сразу себе. Как нечего делать тебе? Вот смотри сколько крапивы растет. Конечно. Уйди в другую сторону. Какие они? Вот. Иначе что-ли. Убирается. Михаил там тоже все ворочает. Вот иди сюда, Нестор. Иди сюда. Я тебе покажу. Поднимайся выше. Вон крапива. Вон она растет. На ту сторону перелазь и выкапывай ее там. Перелазь на ту сторону, говорю. На ту сторону перелазь. И в эту крапиву выкапывай. Вот так вот все шатается. Тут опасно сейчас даже ходить. Насколько все сгнило уже. За эти годы. Всему свое время. Как сказал Экатисиаст 3-1. Вот. Слава Богу. И все. Вот продолжаем мы бегом. Тут брат Михаил Игнатьевич разбирают. Вот тут даже обрушилась. Этот момент я не успел снять. Такое было конечно сооружение. Мощно сделано. Чтобы можно было рыбу тут. Готовить. На огне. Печь. Вот сейчас у нас ребята взялись за лунки. Лунки копает. Под столбушки. Вот Местор. Трудится. Ооо. Там Местор. Лопату не ломай. Аккуратней. Вот Ваня. Робот тоже. Трудится. Вина конечно в местах твердая. Трудно копается. Но с Божьей помощью смогут. Вот Паша тоже. Трудится. Летно. Вот. Оно. Сооружение оставшееся. В. 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 А. В. 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 Грачи видимо, вот в озеро наш пруд, там вот дамба переходит. Ладно, слава богу за все. Вот так. Вот он почти на креплении держится. А потом будет обрываться. Наш лагерь вдалеке. А сестры наши младшие ушли на огородчик работать. Слава богу за все. Ваня отойди там. Аккуратно. Забрали братья. Сейчас будут толкать, чтоб уронить. Чтоб было легче собирать. Разбирать у него. Держится. Ого. Вот так. А теперь эту последнюю. А вот это можно достать. Ну-ка давай. Слушай, гвоздем тебя не захватило. Сзади, Игнатьич. Аккуратнее. Вот это вот. Аккуратнее. 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 Ух ты. Аккуратнее. Все завершало за 20 лет. И теперь заменяется не на лучшее. Такое грандиозное сооружение, где палатками обтягивались. Где думали рыбу жарить, в прудах развести. Это первые годы. Но годы шли. Ну и пыл наш утихать начал. В одном месте нам помешали. Тут милиционер был. Снял технику. Может там в лесу стратегический кабель зарытый на дне болота. Ну кабеля нету. И подполковника милиции нету. Того уже. Омер. Ну а дальше-то. Теперь я и написал стихотворение. Он не рыбу, а картошку может дать. С этим никто не скорил. Потому что картошка была, а рыбы не было. Все. Вон один еще стол поставил. Смотри. Вот он-то. Тащил, должен сказать. Ооо, тут-то не разобрали. Это опасно. Ну-ка давай. Вот так. Теперь вот эту вот. Все. Было сделано удивительно хорошо. Вот я делал так верхняя. Даже сейчас сохранилась. Вот посмотри. Внизу там один был ряд. Вон он видать. Его сохранился. Кривые так деревья, как подиум называли. Вон он. Торчит. Второй ряд. Вот он где подкопали. Третья скамейка. А четвертый для детей. Когда их наказываешь. Вот она двойная. И как было сделано. Сосна. Ель. Береза. Осина. Черемуха. То есть. Жерди все разные были. Маленькая кора оставалась. Чтобы дети даже здесь учились познавать. Ну и сейчас что говорить. Главное свалили. Все. Продолжаем дальше ребята. Когда все будет разобрано. Начнем свое городить. Теперь будет только ограда. Ну и желательно чтобы вверху она была из двух жердей. Связанных. Чтобы дети могли сидеть. Видишь как. Постепенно все меняется. Линия БАМ то бездействует. Вот. Дальневосточная Хабаровская. Это. Дорога на Харбин то была. Все меняется. Но двадцать лет это чего то стоит. Двадцать лет. Так. Сейчас это будет? Ну и слава богу. Да. Двадцать лет. Двадцать лет. Двадцать четыре. И тут сильно все. Хорошо сделано. Так закручено. Ну у меня подозрение есть. Подозрение. Что это. Это все делал. Помогал Андрей Дропа. Вот. Этих ребятишек отец. Он очень большой мастер. Глухонемой. И вот как скручено. Как потесано. Вот даже здесь самый маленький. Он везде потесал. Он такой. Ну. Красноделевщик. Модельную обувь щет. Глухонемой. Глухонемой. Это его ребятишки с четвера у меня. В лагере. Вот так. Остатки. Да. Разваливает. Повоза. Все. Продолжаем по подъемке. Вот. А вот коровку гонят. Сегодня что-то они с за опозданием. пасли где-то ты начнешь намечают им ямки они копают виски тоже своим гуртом даже жарко на улице не бьет сейчас покажем где наш колодец лагерный откуда в этом году только мы еще его не скрывали даже а так каждый год прочищаем чтобы запасной у нас колодец с чистой водой коровка это вот его из которой можно плести разные изделия корзинки и так далее плеточек обдувает сразу свежо становится а так жарко красавица бабочка вот у нас следующий этап просто да может этот может рядом лежащий это установка столбов ямки ребята выкопали сейчас устанавливаем вот сейчас игночилась отработкой может игорь барабаш дает сюда наоборот дальше дальше сливая своих тракторушек меняя масло у них и вот так вот игорь барабаш дает работа меньше жуки жуют это им не шоколадка все же если человеку плохо от мазута то не каждый микроб его проглотит давай еще ребята хорошо помогают вот это ваше время еще только пол двенадцатого пол двенадцатого ямку копаешь я пятую да а ты какую ну не сколько сколько пятый ты какую вторую ну легко понять какую сколько раз-два-три-четыре-пять раз-два ну вторую и третью копаешь что-то считать не поработаешь есть язвы что значит навык второй человек тоже спает так вижу еще Паша вон Паша 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 видишь как установили крест крест старый потому что он оказался на 20 сантиметров выше и притом сосновый еще крепкий держится а у нас ну не хватает материала видишь как вот это яма потом бревна найдем если господь позволит напилим где-то привезем прямо из лесу чтобы они были полукругом такие чтоб сидеть можно было видно что закопаны эти полукругом мы закрепляли на них можно было сидеть но потом тут обрушилась и вот так все своими делами занимайся освобождают гвоздей вот а я намечаю где новая Ваня копает 70 сантиметров ямка ямка не умеющий человека ничего не ведет смотри как топает покажи как надо работать вот вот у нас мой лог для молитвы когда заедали мошки с комарами меня что он сделал с ребятишками а там у нас лагерь слава богу за все вот 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 жерди без этого никак нельзя без жердей нам жерди нужны зародить постачений и это все не все 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 горычев летят сколько их тучей целыми то еще мало еще бывают больше на водопой прилетели Слава Богу за все Ничего нигде нет По хозяйству здесь выбираем Где густота такая На расстоянии реки 5 Они засыхают и пропадают Поэтому мы смотрим По хозяйству, что тут можно взять Пришли Режу дружбу Какая пиланья работает Мы ничего вещей не берем Нас здесь не было До 1991 года Здесь ничего не было И по виду даже березки Почему? Корченские, варварские, все вырубают Все У них нет ни одной рощи Ничего нет Что доказывать-то? А Потеряевка вся в рощах вокруг Мой отец зимой работал Объездчиком даже здесь Если на пне Хоть одна ветка зеленая Не разрешалось Разрешалось стучки рубить По березе лезвие Стучки пилили Стучки можно было пилить Так, поболеть Вот не доработала машина Я заранее уже обдумал А если не будет работать Взяли одну пилу Я поехал скорее взял вторую Два топора Ну так все и получилось В самом деле Пила не стала работать Вот так Я гляжу вон там Одна веточка в этой Хорошая у липы Это липа Вон там посередке дальше Можно было бы взять даже Вот она сушняк Покажи Вот она вся засыхает Посмотри под ногами еще Вот Погляди сколько засохло Если бы вовремя выбирали Вот так вот Погляди Ну и вон там дальше Приблизь Погляди То есть ступить некуда Сушняк Потому что они очень плотно Друг около друга Мы пилим Пилим так оставляем Расстояние Вот они сухие стоят Четырех метров было Вот так Ну вот и все Давай вот это возьмем Я даже не знаю Вот это где Вот это она Плочняком Гляди Такое Тут видно Даже взять Друг друга уничтожаем Вот она Подойти невозможно Белизня Вот смотри Что у нас пройти Пройди там Поломай ногами Сколько засохло А человек Который ничего не понимает Не видит Ну ой Рубка леса Как рубка леса А все ваши шифонеры Это из чего Бумага Из чего Мы делаем По хозяйски Убираем Ненужное Которое засыхает Вот в прошлый раз Сушняка набрали Лагерь на отописке Притом Какая корысть Не на продажу А то так Конечно Укусить Можно За что угодно Потеревки Как-то тут Приехала Милиция Ну и начали Показывать Власть свою Я говорю А какая ваша власть Над нами Лагерь у нас Официальный Имеет От двух Общин Регистрация В краевом отделе А он идет И коноплю Растет А вот я за коноплю Могу вам сейчас Приписать Как она шуи Ну это вроде Шутейно Сказал Я говорю Попробуй Попробуй один раз Попытайся Если не получится Больше говорить не больше Ты не знаешь Еще с кем склеснулся Меня во всем мире Знают Что я не курю Не пью И как ты мне припишешь А тут заброшены места Тут коноплю Отовсюду ехали Коноплю брали Действительно Но мы стали их вылавливать Предупреждать Скадникова Там с Буканки Они перестали ездить Как осень Их тут прямо Наплывом шло С мешками ездили Конопля Конопля Это у нас всегда было На огороде В конце огорода Его трепали Потом Нитки из них делали Ну и ткали Ткань была А сегодня все Там он Показал лох Там все краснотой До горизонта было Маг А сейчас маг не посади Приезжай Убери Даже декоративный То есть мир сошел с ума И вот начинает Да вот им не давать Почему не давать Пускай берут Свободу Бог дал Конопля Никому не мешает Они нам мешают Потому что пакостят здесь Что попутно лежит Все воруют Все Днем высматривают А ночью приезжают И все Все тащат Выставили Мишу тогда Баллоны на заправку Баллоны нет Нашли решетки алюминиевые Там Лежали под ногами Утащили У батюшки Канистра заправленная Канистру смели Ну все тащат Почему вор И это когда Грабь награбленная Этот бандит Ульянов то Он знал куда шел Дальше все государство Разворовывается Его сейчас бы Вот как-то в начале Перестройки Показывали Он как я В таких же драных штанах Сидит Под ним капитал Сидит Сидит драный А идея то была Правильная Даже Идиотизмом Нельзя назвать Сатана В образе человека Да Взрывать можно Друг друга Теракты устраивать Можно Что вы бунтуете Бесланы Это вы же Первое начале Показывать Мусульмане Про это даже Не слышали Кто царя подрывал Александра Третьего Кто Устраивал Эти покушения На царя Александра Освободителя Ничего Они не хотят Признавать Давай Кладете Не поймешь Где это Взять Здесь Все Однока Давай Возьмем Рядом С этой Она расти не может Никак Вот она Расстояние 50 см Давай Она у вас зависнет сейчас Сюда Сюда Лучше Сюда Михаил Вот сюда Закомель Возьми Закомель Сюда Возьми Давайте Я туда Ее Повалю Не Не Да Да Она Смотрите Ляжет Хорошо Ну Твое Дело Давай Я никогда Не спорю Вчера На жаре И был Маленький На 2 часа В 5 часов Уже ушел С работы А работать Начинаем Я сегодня Встал Еще Четырех Нет Помолился Жду вас Так Все Полуденько Давай Продолжаем Плащем Давай Плащем Плащем Вот Сегодня 24 июля Наши Севастопрости Сазахстаном Прибирают Лагерную Не лагерную Территорию А около Костра Все годы Возили Не смотрели А все Ближе Ближе То есть Дальше Ближе К деревне Вываливали Сейчас Решили Щищу Щищу Оставить Это С травой Выбрать Под ногами Что-то у меня Смотри Мешь палочки Какие Вы просто Сгребайте Граблями Убирайте Самое Интересное Занятие Василиса Она С Ваней Работает В паре Чтобы Жерт не Крутилась Василиса Стоит Стоит Вот Пожалуйста Ваня Работает Самостоятельно Василиса Подол Раздывается Вот Володя Обрабатывает Стас Таскает Сюда Это Вывезем В лагерь На дрова От старого Лагеря Это Кострище Вот Паша Паша Хочется Ножом Владеть Паша Получается Хочет Да Да Давай по-настоящему Работай с ножом Вот Тут Два Два Вывезем 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 Заканчиваем Дальше Будет Работать Местер Вкурят Вот Мы уже Две Любили Чтоб Можно Детям Потом Сидеть Рядом Это Нажается Рыба Ловилась Отец Говорит Там Может Кемограмма По Три Карась Сейчас Нас Нажим 15 Литровое Ведро И Карась Хвост Бывали Ну Это Ставбы Идут Вкорщин Вот Так Работа Тут 7 найдется Самое интересное Ваня С Василисой Иван В сказке Сказочной Достал Василису В 39 Царстве Ваня Как Василиса Хорошо держит А? Хорошо держит Ну и понятно Василиса Тебе не тяжело? Ну давай Помогай Ваня Вон Трудяга Вон Мы здесь Янки Вчера Копали Он Копал 5 7 7 А этот Сколько? Паша 4 Паша 4 А Нестор 3 3 Ну вот разница есть Все-таки Ну давай Василиса Старайся Жердочку Ненавидку Кажется Маловажное Дело Она Круситла Ничего Не может Делать Один Везде Нужна Помощница И Бог Сотворил Подобному Помощника Василиса Сказала Что Не требуется Как Дальше Она Послушается Водит По-другому Вот Ступеньки Вчера Пришло И сделать Что такое? Все Все, да? Другую Жердь бери Другую Володя Стас Медведь А сам Маленький Талант Настоящий Михаил Вот У тебя Лесо Довольное Нет? Тебе Нравится Эта Работа? Это Наша Территория Люди Приходят И Спотыкаются Вы Даже Все Вокруг Выбрать Нигде Ничего Не Оставить Тебе Понятно? Да Только С удовольствием Делаю Работу Когда Людей Недовольство На лице Мне Больно За них Ветер Большой Еще Не Услышишь Дальше Вон Видно Где Нам Сделали Молиться Ну и Вот Тут Крест Стоит Это Вот Как Подход Вчера Тут Не Успели Видите Сколько Накрутили Стена Женя Янчук Мы Уж Не Помогали Так Решили Хоть Помолиться Чтобы Он Успел Убрать И Многое Осталось Не Убранное А Тож Сильный Прошел Это Означает Что Заново Теперь Волки Волках Похоже Было Вчера Восново Славный Крест Над Костром Будем Загораживать У нас Здесь Все Есть Это Вене Будут Новое Подари Да Кому Особенно Если Человек Недоволен Мы Стараемся Если Мы Что Подарить Так Вот Мы Продолжаем Работать На Веглами Уже Шерти Тут Почти Прибали Все Осталось Немного Пошка И Вон Стадо Гонят Корова Видимо Гуляется Корова Волки К ней Пристали Со Всех Сторон Ее Охружают Вегче Водно Только Поезд Коровы Переставали Берем И Несет Сегодня Вот Он Брот Через дамбу Он перегонял На дневной пазме Резбище Здесь Уже Сталось Фросиво Таскает Там Аня Поставка Пошли Немножко Нам Берез Доскурить Это Мне Сгодится Работа Пошли Ага Ладно Кто-то Сможет На третью Жердочку Пришли Вот Мафа Работает с Василисой Немножко Немножко Работает Мафа Вот Такая Мафа У нас Загородь Сегодня У нас 23 июля Вот Узрел Виквама Который Мы Новый Делаем Там Прилетели Два Журавля Красавцы Хотели Пить Водички Вот Обычные Коровки И Овечки Собрались Уходить Сейчас Идем На обед За березки Сзади Сзади За края Берите Тащите За березки Берите Сзади Можем показать Что сделали Вот Загородили Здесь Вверху Двойная Можно Пришить Дощечки Они любят Сидеть Потом Там Два Яруса Скамейка Это Второй И Там Один Ярус Больше Не будем Один Ярус Это Было Два Яруса Народу Было Больше Вон Она Видно Старая Два Яруса Покажи Вон Она Где Идет Из Воды Из Травы Была А потом Придем Если Бог Благодарствовать Водолож Теперь У нас 23 Водолож 15 года Последние работы Вот, костер, людей бывает много, но сегодня мы работали. Девчонки просят туалет, а туалета-то не было никогда, куда спустил, но вот решили построить туалет. Тут какая-то контора была, сейчас я не помню что-то, я там думаю разровнять немножко. Ну и сейчас туалет хочу копать, поставим. Это уже туалет статус какой-то, это не просто по дороге. Вот, занимаюсь чем, могут осудить люди, я знаю как они за мной подсматриваются. А мне интересно, и все интересно. Там вот пояс идет, вон видно какой-то камер. Многие летают, ту же ягодню, там у нас дети собирают ягоды. Мы его еще не открывали. Ну не открывали, запасной погоды. Белка, вода чувствует, мы увидели, что начинает пакостить. Мазутным бедром лезет. А там написано, мазутной посудой не черпать, мазутной нету. Ну а что дальше вычерпать? Мы сделали у него тут граммель. Ну это деревянный песок, чистой водой, влагерь пил. Но потом мне попали директора завода, привезли, я не знаю какие-то там бетонные заводы, кольца. И вот там сделали еще колы. А это у нас запасной. Тут там вода высыхает, а здесь никогда не высыхает. Потому что это недалеко от пруда. И видимо как-то уровень пруда зависит. Он подходит. Где космос? Да, это нравится. Да, это не очень интересный. Им очень интересно. Смотрите, новые березки сами появились. Никто их не садил. Вот они по берегам пошли. Вот. Вот. Тут был маленький, короче. Снимаем. Они подержали еще дорогу. И еще не поставили. И вот показатель. Компания. Чуть-чуть подкопают. Дальше надо, чтобы ограждение было. Вот. Компания. Смотрите. Компания. 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 Я там зашел внутренне. Они меня даже не нашли. Когда побежали, закрещали я как будто задремал. Взял. Полыни нарвал. А полынь комары не любят. Я натерся ей. И полыню так закрыл лицом. И видно мухи эти комары летают в не стадио. Вот это уже мне есть что рассказать. Их никто не купал. Не набегаешься в деревню, нужно, чтобы не меньше 18 лет хорошо плавать. Жаль женщин нету. Нету никакого вопросов, нет я сам. Мне нравится выражение Сергия Радонежского. Пришел, дрова наколоть надо монахин, все молчат, уткнулись, духовные. Они же верующие, что тут о платформе думать. Все заняты, один я свободен. Взял колун, пошел колоть дрова, топор. Вот у меня тоже куда-нибудь повернуть. Работа-то от меня такая, может, не тешишься как-то самому. Они пятишки, они попросили, значит. Трое. Трое. Пятное большое. Это мое поприще. А тут лок. Лок засуга. по месту сено прикрутили интересны какие облака такой лоб они идут на кунсейм вот мы сделали где молиться крест вот здесь теперь мы сделали новое завородили на втором этаже чтобы иметь тоже крест восьмиконечный православный хотя вряд ли он был креста на Голгофе восьмиконечный ну так принято спорить-то о чём вот и рём их принял вот она такая Дорогоценность, а у нас никакой нужды даже нет. Ни во что. Вот она такая картина. Сказали, что с 27 числа YouTube там что-то будет закрывать везде. Конечно, это печально. Мы просто православные молимся о том, чтобы кто этот создал YouTube, такой хороший, хорошая система YouTube. Чтобы Бог их благословил. Потому что есть и пакости всякие ставят. Ну, как-то жалуются. А у нас еще тут с ребятишками. То благослужение, крещение. Вот в воскресенье у нас свадьба будет, бракососочетание. Пусть Бог их всех благословит. Полез в ямку. Первая пласты. Полез в ямку. О, вот. Сейчас. Сейчас же к ним сюда не будет. Но не убираю. Пусть Бог их благословит. Вот здесь. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Каждый год мы его вычищаем. Вон там уточки даже плавает. Слава Богу. Дядя Володя! Дядя Володя! Кто же зовут? Дядя Володя! Господи Боже, благослови тебя! С Богом! А все. Думаю, что неплохо получилось. Вот так. Ребятишек-то мало. Ну, сколько есть. Поработали. Молодцы. Они доработают до обеда. Помогали шкурить. Держали, когда я прибивал. Так. Положи по себе. Вот так. Куда ты сел-то? Чуть дальше пойдет. Наверное, будет жарко вам там сидеть. Сейчас убегут. Только бы дальше не пошло. А то если наши дрова сгорят, то это плохо. Дров не будет. Видишь как? Удобно чем? Недалеко. Дальше. Открытая местность. Удобно чем? Недалеко. Это надо тоже учитывать. Ваня, ты иди воды выпей. Лесо красное у тебя. Вот здесь воды налей, опять закрой. Кому жарко, вон вода. Ну, под куркой. Под куркой. Видишь как? Это вот убрали мусор. Дальше. Это какое-то большое, что-то селосная яма, наверное, была. Очень большая. Под здание такое не бывает. И вот мы надолго искали по степи, где делать. Это 25 было. Больше даже. Искали, искали мы где было. Чтобы ветром не раздувало. Пожара не было. И недалеко было. И продуваемое место было. То есть условия такие были. И вода была. И тут где-то вот мы нашли такое место. Стоянку делали. А теперь это вот у нас уже 44-й год. Смотрите, чтоб не вгорели. Попейте. 44-й год. В лагере стану. Но это поменьше. Может быть 40 лет. Эту яму нашли. Мы облюбовали. Видите какие. Вот здесь даже будет еще один ярус маленький. Я подделал. Сидят дети здесь. Люда с этой стороны. А тогда было вокруг второй ярус. Ну мы не знаем. Нынче было побольше детей, чем в прошлом году. А там чья-то обувь или что я не вижу. Он там стоит. Тапочки Фросиные. А? Тапочки Фроси. Фроси, иди. Достань. Вот она как. Ну вот если картошка, значит картошка будет. Сейчас ничего этого нет. Вот так просто зажгли показать, что костер готов. Еще дальше не если пойдет куда-то. Есть чем отбросить. Воды, правда, нет. Это плоховато у нас. Пожалуйста, горит. Это показательный. Так, ну все, Михаил, я пойду тебе обувайся, а работу тебе дам. Работа по очистке территории. Потому что эти годы мы возили. И вот как на свалке довезли, вон куда уже пошло. Ближе не проедешь. Бросили дальше. А там уже, которая следующая там. А это уже гниет под травой. Летом-то недолго лагерь. А потом круглый год здесь хозяйничают травы. Ну и вот сейчас мы уже все решили разобрать, вытащить на три кучи. Чтобы это брать. Территорию почти очистили. Видите как, чисто обобрали вручную. Дети носили, набрали три мешка березовой коры. А если дальше загореться, значит отодвинуть надо будет. Все молоденький. Переходи, я покажу. Так, обуться надо. И граблями. Смотри. На каждом месте стоит крест. Минус 24 июля 2015 года. Вот стая грачей налетела на наш лагерь. Вон их какая стая взлетела. Яма на наш движется. Как рой пчел. Воспитатель Виктор Савченко не спит, не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слово в городе украли любит. Но векою ты от клянки не шатаешь. В отдаленном этом месте хорошо. Хорошо. Воздунь чистый оглашает пенья пень. Наш костер горит, как сунда Микаджо. Звезды искрами рассыпались вниз. Слова, наверное, всем не понятны. Слова надо вслух прочитать. Да, знаете, такой, ну не по-другому как-то. Какие-то пионерские были лагеря. Ну не так, что какое-то слово придумали. Балдеть. Что попало делают, воруют. А посидеть, помолиться, порассуждать. Как это хорошо. Вспомни свою юность. Что, Виктор Николаевич, прощаюсь, ухожу. До свидания. С Богом. Поехали. 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 Как истину возносим греши, Но милости не просим ни жизнь. Будь ли ты бедным ближе того, Серьезно, что мы услышим того, Кто всех зовет с надеждой, чтоб снять Сердец греха одежды нас ждут. Искренне желаем, чтоб мы Тропу не потеряли и шли. На свет, что светит с неба нам Вифлеемской звездой. Наш дом готов от гора чудный, чтоб всем Нам было там уютно, где скорбь Уже не оброчит наш потой. Наш дом искренне желает, чтоб мы Тропу не потеряли и шли. На свет, что светит с неба нам Вифлеемской звездой. Наш дом готовит гора чудный, чтоб всем Нам было там уютно, где скорбь Уже не оброчит наш потой. Субтитры создавал DimaTorzok Вот и велик просит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Под кровом приятных, но в живых идей. Христа воскресенье над Родиной нашей И слов колокольный, дома нам звучит, Что может быть лучше, святее и краше, Довольство и мир, милосердие швит. Отбросим гордыню безбожных мечтаний, Построим счастливое царство людей. Безбожьего слова все скрыто в тумане, От кровом приятных, но в живых идей. Ну что-то заказывали, а сами не поете. Слов-то не знаю. В небе город, чудный город света, Там нужны болезни и печали нету, Там живут святые, там играют гусли, Отдавая славу Господу Иисусу. Иисусу. Иисус. 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 Дорога Болезни там нет, не даст их нам свет, Иерусалим Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим, Иерусалим Ты в голове живых, ты в голове святых, Иерусалим Тебе я стремлюсь, с тобой я садюсь, 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 Иерусалим Я стремлюсь, с тобой я садюсь, Иерусалим Тебе я стремлюсь, иерусалим Вне с него умеет умолник раздеть А в шарпах дождями прогрызнет мышами А чего же боится его коммунист? Сравните дворцы с нашими шалашами Лагерстанский пиль Намного знает куче, что может быть круче! Йоу! Сравните дворцы с нашими шарпах дождями прогрызнет мышами Их не может быть круче! Лагерстанский пиль Намного знает куче, что может быть круче! Йоу! 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 ПЕСНЯ В утрам подъем от пяти на шести Сон дорог, колосса, гид баллась в рисунку На ночи и дождь и гимнастики подевает на Россию За вчерашние правилности на борстый рисунку Расправа подаюная седка и тропиновой Кто-то смеется, а кто-то из рису пройдет боленья Дима прилетел в аспириево, ведь чухой нацисты болеют весь день напролёт. В Агентстве пи, на завозной куче, что может быть круче. Нам есть что-то другим показать не хвалять. Стругая дисциплина, порядок и после отбоя, Работает не страшно, как мужик протрезвязь 80-летнего утра. С тобой в лагерь страна, и спутники едят ангелы. Столько слёз покаянных, заброшенных лет за эпоху, Богом так много труда живут, а погранич, поэтому сейчас они пробуют. Недолго не стало, в лагерь страны степи. На завозной куче, что может быть круче. Йоу! Еста. Ветер близ, в рай славе, рычи неподавно. Много расстолкнулись с песками, а прочти. Десять ударов в полокон при обвезде. Асана! Характеристики выданы. Набирай, какой хочу, лагерь страны степи. На завозной куче, что может быть круче. Йоу! На завозной куче, что может быть круче. Йоу! С вашей общей судьбою, Стала нероживая, Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, Иисус стал нам другом, мы на деле узнали. Он врачует недуги, утоляет печали. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. Дал нам новое имя, нас зовут христианин. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. Дал нам новое имя, нас зовут христианин. Он дарует прощенье, в жизни радость без веры. И второе рожденье, только искренне веруй. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. Дал нам новое имя, нас зовут христианин. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. Дал нам новое имя, нас зовут христианин. 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 Дальше. ПЕСНЯ 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 ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Христиане, неси огонь чудесный свой Который дал тебе Христос Он умер на кресте, пожертвовав собой Огонь любви Он всем принес Гори огонь, всегда гори Воспламеняй с тобой холодные сердца И новый мир, прекрасные озари Которым радость без конца Вот будь не гордый стал, но не мог уйти Согрей его и ободри Скажи, что не покинет его вечный Бог Засветит солнце впереди Гори огонь, всегда гори Воспламеняй с тобой холодные сердца И новый мир, прекрасные озари Которым радость без конца Гори огонь, всегда гори Воспламеняй с тобой Гори огонь, всегда гори Воспламеняй с тобой Гори огонь, всегда гори Гори огонь, всегда гори И новый мир, прекрасные озари Ты огонь всегда дари, Воспламеняй с тобой холодные сердца. И дожди, и красные озари, В котором радость весь конца, В котором счастье навсегда. Пять Вить, а песню так давно? Ну что, закончим? Так давно. Ну, найдите, здесь она есть. Я там песни, там. Что-то уже усидеть. Такие песни только стоя исполняются. Устал. А мне грел, гумя, а как? Пусть он в тебе горит. У лишнего не было. Долго субраке скитался, Я вернулся на путях греховных, я. Ты не рада очаровался, Мир обманывал меня. Я истоку не поможет, Горд мою видит хрон. Не услышал голос Божий, Я верю тебя давно. Я верю тебя давно. Как давно, так давно. Я верю тебя давно. О, как сладо, но он сможет. Я верю тебя давно. Он меня с любовью принял, Я всех грехов помыл, Я к ногам его склонился, И за все благодарил. И теперь всегда покоюсь, Я нахожусь, я его. Постоянно слышу голос, Я люблю тебя давно. Все вместе. Так давно, так давно. Я люблю тебя давно. О, как сладо, но он сможет. Я люблю тебя давно. Так давно, так давно. Я люблю тебя давно. О, как сладо, но он сможет. Я люблю тебя давно. И ни в чем мне нет отрады, Мир греха мне чуждым стал. Во Христе лишь в друге дивном Утешенье я познал. О, как чудно быть в объятиях У того, кто жизнь дает. Слышь от голоса утешенья, Я люблю тебя давно, так давно. Я люблю тебя давно, о, как сладок голос Божий. Я люблю тебя давно, так давно, так давно. Я люблю тебя давно, о, как сладок голос Божий. Я люблю тебя давно. О, приди, обремененный, Лишь доверься, уж прости, И разглядь на крест Голдовский, И тебя он оживит. Если искренне покаясь, В сердце примешь ты его, И примерно ты услышишь, Я люблю тебя давно. Так давно, так давно, Я люблю тебя давно, О, как сладок голос Божий, Я люблю тебя давно, Так давно, так давно, Я люблю тебя давно, О, как сладок голос Божий, Я люблю тебя давно, О, как сладок голос Божий, я люблю Тебя давно. И сказка эта, не легенда древняя, Иисус Христос был вознесен на крест. И мертвым был во гроб положен с древа. И в третий день из мертвых Он воскрес. Воистину воскрес, не легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам ныне птичем слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Сегодня праздник ближнему и дальнему. Пусть слышится по сладам и небес. Горячее приветствие поставим. Христос воскрес, воистину воскрес. Воистину воскрес, не легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам ныне птичем слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Воскрес, цветы твердят. Не скрыть, не удержать нам этой радости. Мы торжествуем, мы поем сейчас. Христос воскрес, вы вместе с нами радуетесь. Поистину воскрес, не легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Поистину нам пение птичем слышится. Поистину воскрес, цветы твердят. Поистину воскрес, не легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам пение птичем слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Христос воскрес! Воистину воскрес! Ну что, собираемся, молимся? Собирайте все, не забывайте. И где-то еще листочек. Воскрес, не уходите, поволимся. Можно? Через полчаса ехать. Воскрес, вам помочь? Воскрес, положи. Бабушка, скучи. Теперь Василий всех разбудит. Сказал, довезешь? Сказал, довези, а потом помочь. Я на крыше. Вась, сожрешь на крышу? Слышишь? Да, ну что вы? Слышишь? Да ладно, у нас есть. Так, мне самое главное... Давай же самое главное. Да, это самое главное мне. Ваня? Да, это всё. Слышишь, это можно? Нет, чайка. А, ну вот. И кто, на глазасвитчик? Кто, кто? Вениамин. Да, вот, да. Да, вот. Да. Даним на молитву. Местер, кепку снимай. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю души истинны, И живи везде, Сын, и вся исполняй сокровища благих. И жизни Богателю приди, селися мы, И очистены от всякие скверны, И спаси, Боже, души наши. Святый Боже, святый крепкий святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашего. Владыка, прости беззаконие наше. Святый посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко, на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши. И, яко, же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Богом. Яко Твое и Царство, и Сила, и Слава, во веки. Аминь. Да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его. Да бежат от лица Его все ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут. Яко тает воск от лица огня. А так да погибнут бесы от лица любящих Бога. И знаменующихся крестным знаменем веселья и глаголящих. Радуйся, причестный, животворящий крест Господень. Прогоняя бесы силами Тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьявола, и даровавшего нам крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный, и животворящий крест Господень, помогай мне со Пресвятой Госпожой и Девой Богородицей со всеми святыми во веки. Аминь. Огради нас, Господи, силой честного, и животворящего Твоего креста. Сохрани от всякого зла. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше. Слава Тебе. Слава Тебе за тихое мирное время, за все Твои благодеяния и за Твои дары, которые Ты изливаешь на нас обильно. За дар вечной жизни благодарим Тебя. Аллилуйя. За дар прощения, за дар искупления. Господи, слава Тебе. За помощь и внимание близких, и за эти скорби и печали. Господи, слава Тебе. Научи нас, Господи, ценить это тихое мирное время и благодарить Тебя за все. Наполни наши сердца благодарностью о дивных Твоих делах. И в этот час, Господи, посети тех людей, которые терпят бедствие на море, на суше, при землетрясениях, при наводнениях, цунами, различных тесных обстоятельствах, Господи, посети их и направи их взоры к небу, чтобы они познали любовь Твою. И посети, Господи, нищих, сирот, вдов, одиноких, страдающих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темницах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню, всех православных христиан, посети милостью Твоей. И нас сохрани, Господи, при расхождении в ночи. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой Дух. Аминь. Господи, прими наше моление, воздеяние рук, как жертву вечернюю, пред престолом благодати Твоей. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе, на земле. И услыши молитвы тех, кто молится нас во благо нам. И прими наши молитвы, и всех заповедавших молится о них. Да будет все по воле Твоей святой. Аминь. Говори, Господи, слушает и слышит раб Твой. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аминь. Спокойной ночи. Спокойной ночи всем. Спаси Христос всех. Разбирайте все, кто в лагере. Ребята, дядя Володе помогите. Дядя Володе и этому. Дядя Никите тоже помогите. Я поехал. Все, забирайте весь инструмент. Мальчики, не уходите. Нестор, никуда не уходи. Они помогут. Я не знаю, он уже взрослый, вряд ли он. Ваня, где мы с ним собрать? Ничего не потеряну. Аня, забери мой взгляд. Здесь она. Аня. Аня. Так, я ведро забираю, а? В ванну оставить. В ванну это, брат, в кусты куда? Ваня. 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 Все закрой, брат. Ваня. Ваня. А что, так и догорать и будет? Ну. Да. Ваня. 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 Ваня.